В эфире первого карагандинского новости, в студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В Караганде в Парке Победы появилась аллея государственных служащих. Посадка саженцев приурочена к профессиональному празднику работников государственных структур, который ежегодно отмечается 23 июня. Посадка саженцев и кустарников осуществлялась силами работников Департамента по делам госслужащих и Департамента национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области. Оказало содействие и Республиканское общественное объединение «Посади дерево.Кизет». По словам экологов, правильно выбрать саженец и посадить его грамотно – залог хорошей приживаемости и стабильно высоких урожаев в дальнейшем. Конечно же, при помощи администрации Парка Победы мы с ними по согласованию определили место, где мы хотели бы открыть эту аллею. И, соответственно, мы с помощью определили место и саженцы взяли у них и решили посадить эти саженцы. Всего в Парке Победы на специально отведенной территории государственными служащими было посажено порядка 60 саженцев. Обязательство по уходу за высаженными молодыми побегами взяла на себя администрация Парка Победы. Деревья трех пород – кустарники. Трех пород – это акация, боярышник и смородина. То есть в первом ряду будет акация, которая декоративное красивое растение, а второй и третий ряд – это уже плодоносящие деревья. То есть, возможно, через несколько лет уже она будет радовать граждан своими плодами. Все виды плодовых деревьев хорошо растут и плодоносят на питательной, хорошо и глубоко разрыхленной земле. А посаженные в Парке Победы саженцы через некоторое время будут приносить карагандинцам свои плоды. Гульнур Жакен, Исламбек Успанов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Ряды отрядов Жасл-Ель пополнятся новыми лицами. В этом году в составе трудовой команды будут и дети из малообеспеченных семей. Всего планируется привлечь около 500 человек. Из них 250 – это молодежь трудового отряда Жасл-Ель, 100 человек – строительные отряды, еще 100 – отряды сервисов. 50 человек относятся к педагогическому отряду. В текущем году на данную программу было выделено более 7 миллионов тенге. Эти средства будут направлены на озеленение и благоустройство города. С 1 июня каждому участнику программы Жасл-Ель будет выплачиваться заработная плата в размере 35-40 тысяч тенге. В рамках работы по разъяснению и пропаганде деятельности городского штаба проводятся встречи по увеличению рядов Жасл-Ель на летний период. На сегодняшний день работа ведется со студентами вузов, колледжей и со школьниками Караганды. В рамках деятельности городского штаба занятий молодежи обеспечиваются путем сезонного отрубства студенческие строительные, молодежно-трудовые и педагогические отряды, отряды в сфере обслуживания. В текущем году из городского бюджета были выделены деньги на средства в размере 8 миллионов 437 тысяч тенге с учетом ННС для организации сезонной занятий молодежи в рамках деятельности молодежных двух отрядов Жасл-Ель. Назначен новый директор филиала акционерного общества «Национальная компания Казахстан-Семержулы» Карагандинское отделение дороги. Жамиев Данияр Кунжолович родился 28 сентября 1975 года, имеет два высших образования. В 1997 году окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени Мухаммеджана Тнышпаева по специальности организации перевозок и управления движением на железнодорожном транспорте. В 2003 году окончил Карагандинский государственный технический университет по специальности экономика на железнодорожном транспорте. Также Данияр Кунжолович является магистром Казахской академии транспорта и коммуникаций имени Мухаммеджана Тнышпаева по проекту «Темпус». Свою трудовую деятельность Данияр Жамиев начинал с простого рабочего. С 1997 по 2007 год работал на железной дороге целинной станции «Караганда-Сортировочной» и занимал различные должности на карагандинском отделении перевозок. В 2009 году был в должности заместителя директора филиала акционерного общества национальной компании «Казахстан-Семержулы» и Центра управления перевозками. С 2011 по 2014 год занимал руководящие должности в дирекции перевозочного процесса национальной компании «Казахстан-Семержулы». До назначения был директором филиала акционерного общества национальной компании «Казахстан-Семержулы» дирекции перевозочного процесса в городе Астана. Женат, воспитывает троих детей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Айбек Алтенбек стал первым казахстанским школьником, удостоившимся обучаться бесплатно в Голландском университете Фонтис. 17-летний юноша рассказал, что сначала родители были против его учебы за рубежом, но потом согласились. Для того, чтобы поступить на грант, Айбеку пришлось сдать тест на знание иностранного языка и предоставить комиссии документы об успеваемости. Средний балл должен был быть не ниже 75. И вот мечта парня осуществилась. Он освобожден от ЕНТ и вскоре станет студентом Фонтис. Данный университет широко известен в Нидерландах и за его пределами. Поступить туда могут студенты, которые проживают вне территории Европейского Союза. Какими усилиями я поступил в данный университет? Ну, в первую очередь, это, конечно же, с усилиями и помощью учителей Казахстанского Турецкого Лицея, которые дали мне образование, посредством которого я все-таки смог добиться чего хотел. Каждый студент, каждый ученик, который пытается достичь чего-то большего, пусть не останавливается на своей цели и идет вперед, не останавливаясь. Айден Сайран – обладатель гранта на обучение в Китае. Юноша планирует стать бизнесменом и будет обучаться на экономическом факультете. Вуз был открыт в 1956 году и славится своими студентами. Айден признается, что учеба в нем – мечта его жизни, но после он непременно вернется в Казахстан. Я бы хотел сказать тем ученикам, которые тоже учатся за границей, я бы хотел, чтобы они вернулись в Казахстан, здесь работали, процветали наш Казахстан, нашу родину, чтобы мы вместе все работали и чтобы Казахстан был еще лучше и лучше. Одиннадцатиклассника Мурата Тишкула и вовсе можно назвать счастливчиком. Он обладатель сразу двух грантов – в МГУ и университет Южной Кореи. О нем написали в книге «Надежды Казахстана». Он, как и его товарищи, планирует вернуться на родину и прославить свою область. А учитель английского языка Руслан Бек-Курганов отмечает, когда ученик превосходит в знаниях педагога, это радует. Значит, труды педагога не были напрасными. Я думаю, это должен быть естественный процесс. Если так не происходит, я думаю, учителя свою деятельность, не скажу то, что не добра совеста, но не до конца выполняем. Должны ученики всегда прогрессировать. И минимум – это то, что они должны, это обгонять учителей. Я думаю, это дети уже на данный момент обогнали, потому что у них есть возможность в лучших иностранных университетах учиться. Ежегодно выпускники Казахско-Турецкого лицея занимают призовые места на областных и республиканских соревнованиях. По словам учеников и учителей, это не последние их победы. Вскоре о выпускниках Карагандинского лицея узнают во всем мире. А Имамрина Жахсалак Нуртай, Александр Цирикидзе – первый карагандинский. Впереди короткая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Pharnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Молодежное крыло Жасутан, партия Нуротан, Карагандинского областного филиала, в рамках партийного проекта Жастаротанга провело фестиваль казахских народных кюев. Цель фестиваля – популяризация кюев музыкального достояния казахского народа. Фестиваль был приурочен к 25-летию независимости страны. Показать свое мастерство пришли около 20 домбристов Караганды. Это лауреаты и дипломанты республиканских и областных конкурсов. Среди них и ученик гимназии номер 45 города Караганды Куаныш-Тури-Мурат, который неоднократно занимал призовые места на различных конкурсах. Принять участие в фестивале решил по наставлению своего преподавателя. Я выигрывал во многих конкурсах, я выигрывал в областных и городских дельфийских играх, занял четвертое место в спецмузыкальной школе Ахас Мегальсам Ахмед-Казэ. Хочу стать знаменитым домбристом и прославлять свой народ. Фестиваль казахских народных кюев был организован издателями серии книг «Казах Алканамурасы» Менгаликьель и «Молодежным крылом Жасотан» при поддержке Колледжа искусств имени Татимбета, концертного объединения имени Кали Байжанова и Управления внутренней политики города Караганды. В программе фестиваля прозвучали произведения известных кюйши композиторов Казахстана. «Разные эпические сказания, сказки и легенды нашли свое музыкальное отображение именно в кюях. Организовать такое мероприятие – это хорошее начинание, это дает детям возможность проявить свои способности». В завершении состязания домбристов все участники были награждены благодарственными письмами от организаторов фестиваля. Гульнур Жакен, Исламбек Успанов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинская группа «ЩЩЩ» вернулась с победой с 25-го республиканского конкурса молодых исполнителей «Жасканат», который проходил с 16 по 22 мая в Астане. «Бойсбенд» стал серебряным призером конкурса. Молодые и талантливые ребята приехали в шахтерскую столицу и сразу же встретились с журналистами и фанатами. Они рассказали, какой ценой им досталась победа. Карагандинская группа «ЩЩЩ» была создана три года назад. Ее вокалисты – выпускники колледжа искусств имени Татимбета Казангапулы, Университета Шабет и Политехнического колледжа. Жанадель и Мейрлан – уроженцы нашей области, а третий участник группы – Руслан, вырос в Западно-Казахстанской области. За три года на счету у «Бойсбенда» два сольных концерта, участие в областных мероприятиях и телепередачах. Стиль у нас, направление ближе, наверное, к молодежи – это поп, хип-хоп, R&B, так можно включить. Песня-композиция называется «К штукам мульки метод», так же, если на русском это сказать, это веселое настроение. Да, с веселым настроением проводить идеи, так можно так сказать, если прямо перевести. Это с нашего репертуара композиция, вот она и принесла нам удачу. В репертуаре молодого коллектива 10 авторских песен карагандинских поэтов из числа уряды 5-го республиканского конкурса молодых эстрадных исполнителей «Жулдыз». Парни отмечают, участие в «Жасканад» стоило немалых усилий, но им помогла дружба. Мы безмерно рады, для нас это большое культурное событие и, конечно, разрешите от имени вас всех, от имени всей области, поздравить наших победителей. В этом году в финал конкурса «Жасканад» прошли 14 участников из 10 городов нашей страны – Астаны, Алматы, Актобе, Уральска, Семипалатинска, Усть-Каменогорска, Талдыкургана, Шимкента, Жасказгана и Караганды. «Жасканад» стал единственным вокальным коллективом, который прошел в финал. Музыканты планируют выпустить свой сольный альбом. Аймаврина Исламбеку Спан, Александр Цирикице, Первый Карагандинский. Карагандинские прокуроры заинтересовались законностью открытия мебельного цеха при 101-й лицее. Надзорный орган намерен проверить документы цеха и соблюдение санитарных норм в лицее. Мебельный цех существует в лицее со дня его открытия. Заведующий цехом по телефону сообщил, что они занимаются продажей мебели. А при личном визите журналистов он от своих слов отказался, заявляя, что их документы в порядке, и они не занимаются продажами. Его слова подтвердила и исполняющая обязанности директора школы Кинжита Елеусизова. По ее словам, в учебном заведении работа ведется на законных основаниях, и что им скрывать нечего. В ходе проверки уже было установлено, что в мастерской уже отсутствуют данные, указанные в вашем видео, стулья, столы и другие предметы, которые они изготавливали. Сейчас на данный момент проводится опрос граждан, а также лиц, которые там работают. И я думаю, в течение двух-три дней мы дадим результаты по данной проверке. Прокуроры Карагандинской области добились запрета деятельности иностранного сайта, на котором размещено онлайн-казино. Прокуратура инициировала разбирательство, в ходе которого было выявлено, что на сайте возможна онлайн-игра в американскую, европейскую и французскую рулетку. Возможны азартные карточные игры. На сайте выявлена онлайн-игра на игровых автоматах, Aladin, Magic Money и так далее. Также в онлайн-казино допускается игра в видеопокер, а это противоречит законодательным актам страны. К тому же к сайту имеют доступ все жители страны без ограничений возрасте. Прокуратура написала заявление в суд. Судьи поддержали их иск. Теперь деятельность онлайн-казино запрещена. Исполнение решения суда о запрете распространения возложено на Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Внимание у потребителей Майкудука. Микрорайоны 15, 16, 17. Поселок Уриановский, улицы Коммунистическая, Магнитогорская, дома с 39 по 47. Улицы Бирюзова, Кузембаева, совхозная, предстанционная, поселковая, стрелочный проезд, майлина, верхние этажи. Микрорайонов 12, 13, 14. 26 мая ТО «Караганды-Су» будет производить ремонт на восстановительные работы на водопроводных сетях. В связи с этим будет прекращена подача питьевой воды. Рекомендуем иметь суточный запас питьевой воды. Приносим извинения за временные неудобства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова